8 ноября день памяти сотрудников органов внутренних дел российской федерации погибших при выполнении служебных обязанностей. Мероприятия, посвященные этой дате, прошли в Устилимске. Накануне учащиеся первой школы приняли участие в митинге у мемориальной доски Алексею Булгакову, человеку, чье имя носит одна из улиц нашего города. Ребята узнали о его подвиге и о том, как он погиб, задержав преступника. Возложили цветы и почтили память героев в минуты молчания. Также в этот день у мемориала «Три звезды» собрались сотрудники межмуниципального отдела МВД России Устилимский, ветераны службы, друзья и товарищи, чтобы почтить память погибших коллег. Мы сегодня чтим память сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей. Если посмотреть на дату их жизни, большинство из них не было и 30. Так же, как не было большинство 30 всех тех, чьи имена выбиты здесь, на этом граните, в честь памяти воинов, наших земляков, павших в Великой Отечественной войне. Я вам хочу сказать от себя лично большое спасибо за то, что сегодня вы здесь. Вообще, на будущее хочу сказать, что очень полезно ходить, наверное, вот на такие мемориальные места, смотреть хотя бы на имена тех, кого нет с вами. Когда ты осознаешь, что благодаря им ты на этой земле живешь, что ты дышишь, кто-то в душе начинает затрагивать тебя, самые, наверное, тонкие чувства, потому что ты ощущаешь, что ты живешь не зря, и что ты должен прожить эту жизнь так, чтобы действительно было не стыдно привезти сюда своих детей. Есть такая профессия – родину защищать. Профессия сотрудника полиции, она сопряжена с трудностями, угрозами для жизни, но тем не менее, несмотря ни на что, ежедневно сотрудники органов внутренних дел обеспечивают правопорядок, дабы вы могли спокойно ходить по улицам нашего города. Благодаря ответственному несению службы вы видите, насколько спокойно и насколько благополучно в нашем городе. Сегодня в эту памятную скорбную дату мы вспоминаем с вами тех, кто положил свою жизнь, защищая правопорядок. Тех, кто остался с нами навечно в строю. Это и Сугаков, и Булгаков, и Селянин, и Шурпаев, и Пешков – это те сотрудники органов внутренних дел, которые, не щадя своего здоровья, обеспечили в свое время правопорядок, защитив своей ценой своей жизни людей. Поэтому предлагаю почтить минутой молчания сотрудников, погибших при исполнении служебного долга. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев обратился к федеральному правительству с предложением увеличить верхний предел дифференцированного тарифа на электроэнергию для жителей региона, использующих электроотопление. Это связано со специфическими климатическими условиями при Ангаре и высоким потреблением электроэнергии в отопительный сезон, которые превышают существующий лимит. Предложения заключаются в увеличении льготного диапазона до 9 тысяч киловатт-часов, что обеспечит более адекватную поддержку населению и предотвратит резкий рост расходов на отопление. Напомним, ранее во всех регионах страны установили новые границы объемов энергопотребления. Максимальное значение льготного диапазона определили на уровне 3900 киловатт-часов в месяц. Дорожные полицейские Усть-Илимска продолжают свои рейды 11, 12 и 14 ноября. Они будут уделять особое внимание начинающим водителям. Мероприятие направлено на профилактику аварийности с участием водителей, чей стаж за рулем не превышает двух лет. В госавтоинспекции напоминают, что такие водители обязаны устанавливать на заднем стекле своего автомобиля опознавательный знак «начинающий водитель». Если этого знака не будет, то нарушитель будет привлечен к административной ответственности. 7 ноября на базе отдыха Сибирский залив горела баня. Сообщение о пожаре поступило на телефон 112 в начале 9 вечера. На тушение хозяйственной постройки на берегу залива Межница отправилось семь огнеборцев и две единицы техники. В результате пожара повреждены потолочные перекрытия и внутренние стены бани на площади 4 квадратных метра. Пожар ликвидирован, погибших и травмированных нет. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются. Родительские комитеты Усть-Лимска принимают участие во Всероссийском конкурсе родительских инициатив. Этот конкурс был организован Российским обществом «Знания» совместно с Министерством просвещения по поручению президента, чтобы предоставить родителям школьников из разных уголков страны возможность реализовать свои проекты. На эти цели был выделен 1 миллиард рублей. Всего на конкурс поступило более 6 тысяч инициатив по развитию воспитательных пространств. От Иркутской области подано 102 заявки, а от родительских комитетов нашего города – 6. Итоги отбора будут объявлены до 20 ноября. Об этом рассказала заместитель председателя комитета образования Усть-Лимска Елена Петлюк. У нас претендуют политические комитеты школы 1 и 7 на гранты в сумме 500 тысяч рублей, 9 школы – миллион рублей, и школы 8-13 и экспериментальный лицей на 2 миллиона рублей. Конкурс такой проводится в первый раз, но я думаю, что он уже для нас интересен, и шанс получить дополнительные средства на разместение, в том числе материальной базы образовательных учреждений, неплохой. Поэтому благодарю всех, кто принял участие, хотя бы в отборочном этапе, и посмотрим на наши результаты. И в продолжение темы ежегодную всероссийскую встречу с родителями проведет руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев. Глава и сотрудники ведомства ответят на вопросы об организации и проведении ЕГЭ и ОГЭ, итогового сочинения всероссийских проверочных работ и других мероприятий. Задать вопросы можно заранее на странице Рособранадзора в социальной сети ВКонтакте. Там же будет организована трансляция встречи, которая состоится 11 ноября в 11.00 по московскому времени. В трех городах Иркутской области будет проведено измерение уровня загрязнения воздуха. Министерство природных ресурсов и экологии региона расширяет географию экологического мониторинга. В 2025 году специалисты проведут исследования в Алзамайе, Бирюсинске и Железногорске и Лимском. По результатам будут определены основные источники загрязнения и их вклад в общий объем атмосферных выбросов. Аналогичные исследования проводились в Усть-Илимске в 2024 году. В следующем году планируется утверждение комплексных планов мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ для нашего и еще четырех городов при Ангаре. Сегодня, 8 ноября, в России отмечают День Сибири. Эта дата выбрана не случайно. Почти 500 лет назад в этот день атаман Ермак с казачьим войском без единого выстрела взял столицу Сибирского ханства – город Искер. Эта победа положила начало череде событий, которые привели к распаду Сибирского ханства и присяге Сибири российской державе. Сибирь – это неотъемлемая часть нашей страны. Ее огромная территория, богатая природными ресурсами, простирается от Урала до побережья Тихого океана. Здесь живут многонациональные народы, каждый из которых обладает своей самобытной культурой и традициями. Сибирь всегда была символом стойкости, мужества и силы духа. Наши предки преодолевали огромные расстояния, осваивали новые земли, строили города и создавали уникальные промышленные гиганты. Сегодня их наследие живет в каждом из нас. Мы гордимся своей историей, своими корнями и тем, что являемся частью этого великого края. В эти выходные наша страна будет отмечать еще один государственный праздник – 10 ноября – День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Этот день является профессиональным праздником для тех, кто стоит на страже общественного порядка, предотвращает и раскрывает преступления, помогает гражданам в чрезвычайных ситуациях, а также противостоит экстремизму, коррупции, киберпреступности, нелегальному обороту наркотиков и незаконной миграции. Личный состав МВД всегда защищал интересы Родины в горячих точках и в зоне спецоперации. В канун профессионального праздника своих коллег поздравил начальник межмуниципального отдела МВД России Уст-Илимский, полковник полиции Игорь Каленюк. В преддверии нашего профессионального праздника Дня сотрудника органов внутренних дел я хочу поздравить коллектив межмуниципального отдела МВД России Уст-Илимский. Своим сотрудникам хочу пожелать вам терпения в работе, упорства, ведь от нашей работы зависит благополучие и безопасность жителей нашего города. Желаю вам, чтобы дома вас ждали с любовью, с добром, с теплом, чтобы вы всегда возвращались домой с желанием. Отдельные слова поздравления хочу сказать ветеранам нашей службы. Мы о вас помним, мы о вас не забываем, мы всегда с вами в контакте. Хочу пожелать вам крепкого сибирского здоровья и кавказского долголетия. Еще раз всех нас с профессиональным праздником. Анастасия Литовская, Антон Емельянов. Информационная программа «Северный город».